Очень рад поздравить вас, дорогие братья и сестры, Хосмоса. Второй сезон, да? Вот, и, конечно, это для нас тоже большой праздник, потому что мы соединены вместе в одном духе. Очень поздравляем вас тоже, и, конечно, когда повезу в Владивосток, это радостная вещь, что здесь началась Хосмоса, я думаю, там будет просто большой-большой шум, много будет радости, вот, это просто большая благодать, потому что мы очень сильно любим Израиль, мы любим то, что здесь происходит. Я на самом деле от сердца благодарю Господа за вас, потому что я вижу, что это движение, которое родил Господь, здесь есть эти воды живого колонца, и ваша вода, она течет не только к себе, она течет также по улицам Израиля, и она вытечет из Израиля, и потечет народы. Сейчас уже хорошая практика идет у Шамиля, такая практика, и надо еще удостоиться такой практики, чтобы в тюрьме сначала в крестах в Петербурге быть, а потом пойти в тюрьмы от Узбекистана, и страдать там, и потом еще и благовествовать, поэтому и слава Господу, и тоже мы вовлечены в этот труд, и мы страдаем, и вы страдаете, и Денис тоже, и тоже суды ждут, и Оскати. Это все не просто так, вы знаете, потому что мы являемся людьми знамением. Мы не только являем знамением, мы также и сами являемся знамением. И Господь сказал однажды Израилу, что ты станешь знамением. Вот, и он был знамением. Знамения, которые являлись на Израиле, это не всегда приятные знамения. У него во время пророчества умерла жена, у тех отчей. Во время пророчества другого умер другой человек, который огорчил Бога. И он был знамением. Он должен был совершать странные действия с волосами, зашивать их в полу, там, в одежду, чтобы ветром сдувало. Какие-то странные вещи он делал. Но он был знамением. И это происходило в духовном мире, и это высвобождалось на материальный мир. Окультисты взяли отсюда пример и принципы. Занимаются своими оккультными практиками. Но настоящее пророчество, оно всегда является оригиналом. И оно всегда является прежним. Потому что антихрист, как говорят учителя, что идущий след. То есть, но Иисус, Он есть Альфа и Омега. Он есть начало и конец. И то, что Он начал, Он завершил. Аминь. И мы благодарим Господа, что мы можем в это верить, что Первокословская церковь, которая поднялась здесь, в Иерусалиме, она родилась в этом городе. Смотрите, какое привилегию вы имеете, братья и сестры, что вы находитесь в городе, в котором родилась Первокословская церковь. И за все эти две тысячи лет она распространилась по всей земле чрезвычайно. И христианство сегодня является самой большой мировой религией. И это началось здесь. И сегодня, когда мы возвращаемся к тому, кто же это так, кто вошел от пустыни, окуряемый мироварником, и мы смотрим, что же сейчас здесь. И иногда нам нужно поработать над тем, чтобы то начало, которое было, чтобы оно соответствовало тому, что продолжается сейчас. Вы понимаете, о чем мы говорим. И сегодня я хочу говорить об апостольском движении, потому что это очень важно, чтобы мы сегодня возвратились и продвинулись вперед именно к апостольскому движению церкви. Я понимаю, что этот предмет, он требует зрелости и духовности. И, конечно же, его обычно проповедуют пастырям и зрелым людям. Но я хочу провозносить в духовном мире, над Иерусалимом. Я хочу провозглашать сегодня не только слушателям ваши уши и ваши сердца. Я сегодня хочу провозглашать перед ангельским миром. Здесь, в Иерусалиме, установление апостольского движения. И поскольку мы являемся пророческим движением и апостольским движением, я буду провозглашать в духовный мир ангелов, а также в тело Христа по всей земле, где будут слышать нас. Слава нашему Господу! И поэтому эта тема будет сегодня открывать Господь наши сердца, и мы подвигаемся вместе с вами, посмотрим, что будет делать Господь. Но что важно, тут, в Иерусалиме, где началась апостольская церковь, она должна и быть представлена перед Господом в той же самой ДНК, в той же самой генетике победоносного апостольского движения. И я сегодня желаю всем вам соответствия апостольской церкви. Аминь! Поэтому пусть Бог благословит вас, братья и сестры, чтобы мы могли войти, ускориться и войти в эту божественную зрение. Начну с того, что зачитаю Деяния апостола со второй главы, для многих известное место, 42 по 47 стих, о природе жизни и стиле жизни членов апостольской церкви. И они постоянно, скажите, постоянно, они пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Я думаю, что это похоже немножко на вас, даже не немножко. Многие из вас, некоторые, они постоянно в этом валятся. А другие идут на пути. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Я думаю, что мы сегодня тоже имеем это, и мы радуемся чудесах и знамениях. И то, что многие из вас здесь вообще сидите, это конкретное чудо и знамение, да? Мы вчера видели в Тель-Авиве ночью, мы вернулись только в 3 часа ночи оттуда, с этих улиц. И этот запах, еще, как говорит сестра, преследовал нас, этот запах греха. И я видел, как родители, сестры обнимали этих людей. Просто крепко прижимали к своей груди. Трансвеститы, гомосексуалисты, просто наркоманы, проститутки. И это просто были люди, которым Иисус пришел и протянул свои руки и объятия через нас. Это прекрасно. Это и есть те чудеса и знамения. Мы часто чудеса и знамения стащили на кафедральное служение. Проповедник чувствует чью-то боль в зале, исцеляет 2-3 человека, через 2 недели они снова нуждаются в исцелении. Обязательно нужно что-то сделать такое, что-то за кафедрой. Но чудеса и знамения должны выйти за пределы богослужения. Они должны выйти на этот мир. Потому что в этом мире люди нуждаются больше, чем они. В этом смысле Господь сказал, что наставляет 99 и идет к 100. Потому что Он заводится больше тем, кто нуждается, чем тем, кто не нуждается. Мы получили свадьбу скушение, как один сказал проповедник. Почему кто-то должен есть, слушать проповедь уже тысячи раз, когда кто-то не слышал ни один, ни одного раза. Все же верующие были вместе и имели все общее. Это также похоже на вас. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всех, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и просоте сердца. Мне нравится здесь быть в Израиле, в этом движении, в Иерусалиме, потому что я чувствую, что здесь всегда есть очень сильная схожесть вот с этим движением. В том, что здесь есть вот эта простота и общность, общины первого христианского образца. Может быть, по сравнению с западным и революционным устроенных мега-церквей, это немножко слишком сурово. Это немножко сильно дико. Но вы знаете, это похоже на первополставский образец. И может быть, не в таком масштабе, как тысячи людей, но это похоже. И написано, что они принимали пищу, веселье и просоте сердца. Многие церкви вместе не кушают. Многие церкви не преломляют ежедневно. Они не собираются ежедневно. Вы же живете ежедневно. Вы видитесь ежедневно. И это правильно, быть в ежедневном движении. И написано, хваля Бога и наконец любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемые церкви. И мне тоже очень приятно приезжать сюда и видеть все равно рост. Мне приятно видеть новых людей, которые приходят к Господу и которые отдают свои сердца нашему Господу. Аминь. 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 Итак, сегодня мы нуждаемся в том, чтобы была высуждена апостольская мантия. Скажите, апостольская мантия? Апостольская мантия! Недавно к нам приезжал один человек, и он несет апостольское служение в одной сети. Есть вертикальные апостолы и горизонтальные. Вертикальные – это те апостолы, которые соединяют апостольские сети. Горизонтальные апостолы – это которые управляют одной сетью. И он делился о том, как однажды он посвечался с одним апостолом. И тот пригласил его к себе домой. И он сказал ему, что он хочет ему помочь в росте в апостольское служение. Другими словами, обрести полноту апостольской мантии. Я спросил его, что он тебе сделал? Как он тебе помог? Расскажи. И он сказал, что он брал меня с собой в поездки и наделял. Это очень важно. Вчера мы говорили об облечении. Когда ты будешь двигаться с апостолом, на тебя будет приходить апостольская мантия. Ты будешь двигаться с пророком, на тебя будет приходить пророческая мантия. И это очень важно. Скажите, вовлечение. Потому что мы не можем получать мантию через теорию. Мы не можем получить мантию только через учение. Мы можем получить мантию через вовлечение в практику. И когда мы видим Иисуса Навина, который двигался с Моисеем, он видел, как Моисей молится. Он вставал раньше Моисея, может быть, чтобы проследить, как он идет в Скинию. Он помогал ему, он был его оруженосцем. И вы знаете, что интересно, что не сыны Аарона, не сыны Моисея, у него тоже были дети, не верховные лидеры и старейшин Севидиси, которым был дан дух, они были помазаны на преемственность следующего вождя Израиля. Но оруженосец, который был из другого колена, он был помазан... Моисей был из колена Леви, Иисус Навин был из колена Иудина. И он был помазан на то, чтобы стать вождем Израиля после Моисея. Хотя в этом молодом юноше не было ничего выдающегося. Он просто был вовлечен в жизнь Моисея. Да, служитель Моисея. И это не было постыдно называться служителем Моисея. Кто-то скажет, да как так, Моисей, я не служитель Моисея. Я служитель Господень, да? Но он был служитель Моисея. И Господь его поднял и поставил. Мы читаем о оруженосце, о сыне пророческом Елисея, как он помогал Ильи, поливал руки. А вы знаете, что такое поливать на руки пророку воду? Это значит, надо встать рано, согреть эту воду, надо ее наносить. И чтобы когда пророк пристал, и потом он стал умываться, ему нужно было поливать теплую воду. Это значит, что ему нужно было работать и трудиться на это. То есть это тоже высокий уровень требований и дисциплины. И поэтому для того, чтобы быть вовлеченным, есть тоже определенные требования, чтобы быть не обузой для тех, кому ты вовлечен, а быть благословением. Мне приходится по служению порой брать людей с собой в поездки и двигаться вместе. Вы знаете, я учился этому несколько лет. И я знаю, что иногда бывают люди обузой. Они могут быть проблемой, потому что ты берешь проблему. Капризы, отсутствие дисциплины, отсутствие духовности, отсутствие заботы о духовных дарах. Следующая степень может быть человек бесполезен. То есть он не приносит... Он просто как ученик, может быть, ты его наделяешь, но он не может быть с тобой вовлечен, чтобы быть сотрудником, потому что он не приносит ни откровения, ни поддержку, он не молится за тебя. То есть ты просто возишь с собой владенца. Вы знаете, что на серьезные дела ты не берешь с собой детей, потому что дети будут обузы для этих дел. Мы не на все мероприятия берем своих детей, правда? Потому что на некоторые мероприятия их брать опасно для самих детей. И есть полезные сотрудники, которые ты берешь, они вовлечены, и они начинают не просто сотрудничать, они начинают поддерживать самого, сам сосуд, или же откровениями, или молитвенной поддержкой, просто укреплением, просто служением. Вы знаете, с некоторыми братьями, которые я режу, я буду говорить откровенно с вами. И с некоторыми братьями они являются благословением вообще. Потому что, когда ты вовлечен в определенное служение, иногда не бывает у тебя столько времени, простите меня, даже постираться, или приготовить пищу, потому что ты должен постоянно быть на концентрации. Кто-то из вас, если вы проповедовали, вы понимаете, как важно находиться в измерении, когда ты должен слышать голос Господа и пребывать в этом. И люди, которые не понимают это, они, ну как бы, бьют из тебя силу. Но те, кто понимает это, они дают тебе силу. И мы все люди, мы не железные. И апостол Павел умолял тоже, молиться за него. Великий апостол, он нуждался в молитвенной поддержке. И он говорил, молитесь за меня, чтобы была открыта великая пространная дверь. И таким образом апостол Павел поддерживался облаком Духа, потому что церковь ходатайствовала за него. Но не каждый это понимает. Все ждут от Божьего человека чудес, знамений, суперслова, супердуховности, суперхарактера, суперкачеств и так далее. И осуждают его за то, что он им этого не дает. Но они не понимают, что за этим всем есть цена. И что сам сосуд, который выступает публичный, он находится в процессе роста. И он сам находится в процессе роста зрелост. Вот почему апостольская мантия держится не одним человеком. Она держится группой людей. И она дается, группой людей, она не дается одним человеком. Вы здесь сегодня? Кто-то сказал, что за каждым великим человеком стоит великая женщина. Ну, это про семейки, конечно. К Павлу так не относится. И к Иисусу тоже. Но тем не менее, так же за апостолом стоит команда, которая позволила ему высвободиться в апостольское, и которая держит эту апостольскую мантию чистой и непреткновенной. Вы здесь? Да! И он сказал, что когда он двигался с этим апостолом, апостол вовлекал его в служение, и таким образом он восходил. Но тот апостол, который его взял с собой, он сказал, он его спрашивал, ученик спрашивал, учитель, как ты достигнет? Он сказал, меня научили, что я должен выявлять сокрытых апостолов, неизвестных апостолов на полях мира и активировать их и высвобождать в помазании. Это очень сильно. Когда я это услышал, меня прорвало. Я взял на себя. Потому что со мной было именно так. Мы совершали свое служение, мы никогда не двигались в популярности, в известности. Нам это не надо. Если вы будете обо мне говорить, я брат Роман. Я люблю. Я сам избрал такой титул, и я всегда себя называю брат Роман. Везде, где мы подписываемся, я называюсь просто брат. И даже когда меня называют пастором, я говорю, я не пастором, я Роман. Вы же называете человека шофер, инженер. Я не говорю, пастор, пастор, в смысле пастор. У меня имя есть. Пастор, пастор, у меня есть имя, мне так комфортно. Но, тем не менее, есть служение апостольская функция и пророческая функция. И сегодня есть необходимость, большая необходимость. Посмотрите то служение, которое есть на канале, как была освожжена апостольская мать. Где-то в 80-е годы об апостольстве не говорили. Если вы проследите современное христианство, там было крещение духом, было руководство дарами, было упор на прославление, потом было ударение на мега-церкви. И мы видим волны движений в церкви, когда акценты как бы мигрировали и в теле Христа были разные акценты. Где-то в 80-е годах стали говорить об апостольстве. И этот брат, он рассказывает, как он был однажды взят в духе, перенесен в Рим ночью. И он видел двух демонов, которые держат апостольскую мантию. Он связал этих демонов, и они освободили апостольскую мантию, и были пленены цепями. И после этого, в 80-е годы, это было там, где умер апостол Парьер. И после этого апостольская мантия была связана. И он освободил эту апостольскую мантию, и после этого стали учить. По всему миру пошло учение об апостольстве. Стали подниматься апостолы, об этом стали концентрироваться учителя, и стали высвобождать. Пророки стали подниматься, которые стали больше говорить об апостольстве, учить об апостольстве. И апостольская мантия стала падать во многих странах мира. Она приходит сейчас и в те места, где высвобождается. Я сегодня не случайно вам высвобождаю эти слова. Потому что Израиль сегодня нуждается в апостольской мантии. Если вы будете откровенны, мы будем откровенны, то сегодня в Израиле есть большая нужда в апостольских движениях. И парадокс отличается в том, что вообще-то здесь родилась апостольская церковь, но что-то было утрачено. И сегодня идет возвращение. Апостольская мантия прошла по всему миру. И она сегодня так же путешествует. Она падает в разных странах мира. Сегодня очень много, большое количество мантий, апостолов упало в Азии. Сегодня очень много в Африке, на африканском континенте настоящих апостолов. Я встречал африканских апостолов. И мне было, знаете, есть дар, когда ты узнаешь сразу апостола. И апостол узнает апостола. И сегодня Господь хочет вернуть эту мантию на Израиль. Но нам нужно приготовиться. Нам нужно соответствовать, чтобы эта мантия упала на то, что будет готова ее принять. для этого необходимо иметь апостольское видение. Если церковь несет видение по местной церкви, только свой, как бы, уровень по местному региону или города, вряд ли это апостольское измерение. Апостол всегда смотрит дальше, за пределы. И апостол не выступает один. Он идет всегда в связке с пророком. Если вы богатый настоящего апостола, восходящего апостола, обязательно с ним восходит пророк. Это знамение того, что это истинное апостольское движение. Вы будете видеть рядом с апостолом обязательно восхождение пророческого. Потому что без пророческого апостол будет неполноценен. Апостол может касаться всех даров служения. Может быть и благовестники, и учители, и пастырь, и пророк. Но апостол будет обложен пророческим. Сегодня мы высвобождаем это вперед, потому что мы хотим это высвободить из духовного мира. Я знаю, что это вызывает для некоторых людей дискомфорт. Потому что и христианство сфокусировано на том, чтобы получать себе. Но мы сейчас здесь этого давать не будем. Потому что здесь у нас другие цели. И эта школа хосмоса не для того, чтобы жить в комфорте, а для того, чтобы исполнить великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, на каком-то уровне комфорт будет сопровождать твое послушание Богу. Но по каком-то уровне у тебя будет выбор. Или твой комфорт, или воля Божья. И чем скорее ты будешь расти, чем скорее это придет. Придет этот перекресток. И тебе нужно просто выбрать, или ты налево, или ты направо. Или ты живешь для себя, или ты живешь для Бога. Поэтому мы говорим об апостольском видении. И нам нужно молиться и позволять нашему чреву и церкви быть способной выродиться и войти в рост пяти даров служения. Церковь стоит не на основании пастора. Когда мы посмотрим на историю церкви, сегодня на современном христианстве мы увидим, что пастор это самый духовный человек церкви. Все зависят от пасторя. И пастор это универсальный солдат, который включает в себе пять даров служения. И многие так и говорят, что у нас в пасторе все дары служения. Это классический пример, как сегодня живет в среде статистической церкви. Есть большой помазань, вся церковь зависит от него. И он самый духовный человек церкви. Я так не считаю. Я не считаю себя самым духовным человеком церкви. Хотя я пастор. Но я сказал, вы, ребята, не дождетесь. Вы меня не разведете. Потому что я не буду делать так, чтобы меньше жить, чем мне положено. Я буду наслаждаться. Потому что я не самый духовный человек церкви. У меня не самый лучший характер. И поэтому я не должен вам дать самый лучший характер. Может быть, вы увещатель, поэтому демонстрируйте свой характер тем, кому вы увещаете. А я служу своим даром. И вы знаете, ну, да, в публичном служении всегда сложнее, потому что тебя все рассматривают, обсуждают, обсуждают твою жену, твои новые ботинки, обсуждают то, как ты проповедовал или как ты не проповедовал, куда ты делся, где ты появился. Это сложно вообще. Любите своих пастырей. Вы здесь сегодня? Да! И вообще-то в церкви безопаснее сразу несколько пастырей поднять. Потому что один пастырь это очень опасно. И очень тяжело. Поздайте Богу славу. Да! Мы с церкви сделали сразу очень хорошие вещи. У нас сразу несколько пастырей. И мы говорим, иди к пастыре. Они говорят, брат, мне надо с ним поговорить. Я говорю, иди к пастыре. Они говорят, а ты кто? Я говорю, ну, я тоже пастырь, но по части душепопечительства вот он. Они говорят, нет, я хочу тебя. Не пройдет. Я славый, он сильный. Я силен в своем. Я знаю в чем. Если он тебе не поможет, я тебе не помогу. Поэтому, если ты не хочешь говорить с ним, со священником, потому что там не написано покажись доброму священнику, духовному священнику, повазовому священнику, просто покажись священнику, то тогда я тоже тебе не помогу. Поэтому извини, пожалуйста, тебе надо смириться. Иди вот к этому пастыре. Он у нас двигается по душе подчиняется. И я не настолько в дух, чтобы поставить всех людей в зависимости от себя такого крутого, могущественного. Я хочу жить и жить счастливым. Чтобы моя нервная система сохранилась до дна явления. И чтобы я наслаждался и был полный мир. Здесь сегодня. Это не психология. Это воля Божия. Чтобы у нас были пастыря. И апостол Петр говорит, пастырей ваших умоляю. И он поставил одних пастырями, понимаете, евангелистами и так далее. И в церкви может быть несколько пастырей, которые пасут народ Божий. И это хорошо. Поэтому сегодня нам надо перейти от классического, так, обывательского, такого, как бы, христианства, номинального, которое никогда не высоветит пять домов служения. Потому что это совсем другая духовная структура. Нам нужно изменить эту природу, лидерства. Когда люди начинают двигаться в дарах, которые Богом дал. Вы смотрите, например, мы сейчас все будем молиться за пастыря, чтобы он стал еще духовным. Это значит выдавливать всю эту массу через одну трубочку. Или же мы с вами придем к тому, чтобы каждому из нас двигаться в тех дарах, которые господинам даровал, и мы выдавимся через свою трубочку. И полезно, знаете, вот как мелишь мясо через эту мясорубку. Или представьте через одну трубку, через пастырский дар. И поэтому нам нужно прийти к дару, который Господь даровал, и служить тем даром, который Бог нам даровал. Аллилуйя! Но над этими духовными дарами, которые Господь нам даровал, стоят дары служения. Это не один пастырский дар. И поэтому церковь стоит не на пастыре, а на апостолах и пророках. Эти дары гораздо мощнее и могущественнее, и служение апостольское обязательно стоит не на основании пастырского дара, а на основании апостолов и пророков. Вы найдете это несколько раз в Писании. Сегодня же, когда церковь утратила апостолов, потеряла апостольскую мантию, ничего ей не оставалось делать. Как только запуститься в теологические институты, желательно, чтобы подольше. Большая голова и маленькие ноги. Ученые, а не ученики. И так же идут в то, чтобы просто человек один взял на себя всю ответственность духовность и демонстрировал новое по воскресенью. мне нравится. Рамир, он смеется громко. Молодец. Смейся, смейся. Этот смех должен быть нашим знамением. Аминь. Аминь. Мы сегодня были на могиле Исаака. Мы сначала зашли со стороны Израиля на могилу Авраама и Сары, а потом зашли со стороны арабов в могилу Исаака, которую они отрезали от Израиля. И когда мы были на могиле Исаака, мы увидели, что это пророческое знамение. Они забрали Исаака. Они забрали Сына Божьего, потому что Исаак это мощнейшее знамение из этих трех Сына Божьего. И когда мы говорили с Араву, который пришел к нам, и когда он говорил и говорил, я видел сквозь его разговор одну вещь. Это был тот отрок в пустыне, обиженный отрок в пустыне, голос, который услышал Господь. Он говорил на разных вещах об Израиле, об арабах, он говорил о России. И все это было совершенно по-другому, чем я себе представлял. Но помимо этого всего, это был просто обиженный отрок. Его голос плачет, как написано в бытие, услышал Господь. И потом я увидел второго араба, нашего Амира, которого мы крестили. Это был тот араб, который должен быть в воле Господа. Который принял Христа из пасы через Мессию. Поэтому болите за брата, держите его, потому что он сегодня как первый плод. Аллилуйя! Для вас, для нас. Итак, апостольское видение идет в то, чтобы изменить структуру служения, чтобы рос не один пасырский дар. Епископальное управление. Епископ, пасыр, дьяков. Вы знаете, что такое епископ, пасыр, дьяков? Это всего лишь градация одного дара, пасырского дара. Епископ, который управляет пасырями, это всего лишь пасырский дар. Это просто следующая степень пасырского дара. Апостол это не епископ. И пророк это не епископ. Это совершенно разные вещи. Но церковь стоит на основании апостолов и пророков. Поэтому нам нужно пересматривать другие вещи. И это не делается структурой. Мы можем сейчас просто разбить лидерскую группу, начать резать команду, теперь переименовать людей, но это не поможет. Нам нужно начинать прорастать в новые вещи. Прорастать в духе. И это серьезная работа. Она требует мужества, смирения, мудрости, терпения. Потому что это не сразу происходит. Но нам нужно быть открытым для того, чтобы Господь начал нас менять. И это потрясающе. Потому что результат он будет того чтобы. Вы представляете себе, если заглянуть через пятьдесят лет, вы делаете это, что здесь поднимаются пророки. настоящие пророки в Израиле. Вам у меня прямо мороз покорный. В Израиле всегда должны быть пророки. Потому что Израиль и знаменовался тем, что здесь всегда пророки были. Вы представляете и какая страшная картина, если в Израиле нет пророков. Давайте мы вернем эту божественную через апостольскую церковь 10-10 А со времен апостола в Израиле должны быть апостолы. Поэтому будем молиться особенно о том, чтобы Бог приготовил нас, чтобы поднялись и в Израиле в теле Христа апостолы и пророки, чтобы Бог начал перестраивать церковь, чтобы она была основана не на пастыре, а на апостолы и пророки, и чтобы в нашей сети, в нашей церкви, здесь, в вашей церкви в Израиле. Бог стал менять все для того, чтобы прорастали эти пять даров служения. А вот Зарима приносит Дух Откровения. И Дух Откровения, который будет в церкви высвобожден, он будет приносить понимание дара Пророка. И у Духа Откровения есть разные проявления. Проявления через дары Духа Святого, такие как Пророчество, Слово Знания, Слово Мудрости. Но даже это больше. Просто Дух Откровения проявляется через разные форматы. Например, сегодня, прежде чем выходить здесь служить, я получал с разных мест нашей сети Откровения. Кто-то присылал мне пророческие переживания, кто-то присылал сновидения, кто-то присылал введения. И в этой сети люди бодрствуя получают Слово от Господа, которые высылают это, и мы можем получать свидетельство Божие. Есть два свидетельства. Есть свидетельство человеческое, есть свидетельство Божие. Но свидетельство Божие больше. Например, когда ко мне приходит человек, и он бросится в служение, и о нем мне говорят люди, допустим, он вышел из другой церкви, пришел ко мне, я хочу узнать о нем. Я могу спрашивать людей. Это важно. И люди мне говорят о нем, его характеристики. Какое у него было свидетельство от внешних, что говорит о нем пастор с той церкви, в которой он переехал, и так далее, и так далее. Я слушаю свидетельство человеческое, но без свидетельства Божие я не имею полноты. Мне нужно свидетельство Божие. И вдруг приходит пророк, или приходит откровение о нем, или мне, или через кого-то, приходит одно, два, три больше откровений об этом человеке, я начинаю видеть свидетельство Божие, и у меня есть и свидетельство человеческое. И свидетельство Божие больше. Я могу рекомендовать воспевать, а свидетельство Божие может показать по-другому. Или наоборот. Я встречал ситуацию, когда человека очень сильно клеветали на него, то есть говорили о нем плохо. И он приходил к нам, но свидетельство Божие было другое. И мы принимали его на основании свидетельства Божьего, а не на словах свидетельства человеческого. Вот эта церковь, которая двигается в Духе Откровения. И это очень важно, чтобы Дух Откровения была наша природа ушления. Когда мы с вами понимаем Божью волю, здравость, единство, когда одно дыхание, один менталитет, у нас пророческое чувствование, помазание, которое учит нас всему, у нас было одно, мы говорили одно, чувствовали одно, думали одно, и высвобождали одно. Аллилуйя! Слава Нашему Господу! И поэтому написано, что свидетельство Иисусова это Дух Пророчества. И что мы должны ревновать о Дарах Духовных, особенно о том, что мы Пророчествуем. Но это не только Пророчества в чистом виде, это сам Дух Откровения, который может присутствовать посреди нас. Слава Нашему Господу! Я не буду на этом подробно останавливаться, у нас сегодня не семинар в Духовных Дарах, мы сегодня двигаемся просто в Пророческом установлении апостольского служения, апостольской церкви. Церковь, которая получает и Gillian врастает в апостольскую мантию, она начинает получать апостольское мышление. Апостольское мышление больше, чем пастерское мышление. Апостольское мышление — это мышление победоносности. Апостольская церковь не будет иметь отказ от воли Божьей из-за недостатка финансов, из-за недостатка даров, из-за политических ситуации из-за внешних обстоятельств она не будет на это смотреть она будет это прорубать она будет это перелазить глаза помазание иосифа что он подходит к стене и перелазит через стену помазание или помазание стенобитной машины когда разрубает двери бьет стены и пробует скалы вы понимаете потому что полсоветское движение не будет смотреть на обстоятельства она выше обстоятельства а вот он не может куда-то не поехать потому что у него нет денег как этого апостола нет людей и он куда-то может не поехать вот здесь и не потому что он такой гордый человек а потому что просто он так не смотрит у него другой взгляд на вещи бог сказал значит так будет и сама церковь очень важно чтобы она имела апостольское мышление не каждый из нас апостол не немногие могут быть апостолами но мы все можем иметь апостольское мышление и представьте себе ментальность церкви апостольского изменения какая красота и лидеры и служители всеми апостольскую ментальность красотища и апостольская ментальность именно мышление церкви это мышление умножение она всегда идет на рост она всегда думают о росте она никогда стоят не стоит стагнации у неё постоянно новые пути у нее постоянно все новое оно постоянно обновляет себя по природе она постоянно обновляет себя по событиям и постоянно бог пишет и движемся и напирает и расширяя апостольское церковь идет в расширение царства Скажите, расширение. Аллилуйя. И она имеет видение для народа. Я чувствую сейчас просто, как втыкаются эти копья, как мы сегодня раздвигаем мышление. Не только здесь, в этом месте. Мы должны раздвинуть мышление в теле Христа. И не только в Израиле. Повсюду, повсюду, повсюду. Мы должны растягивать это. И сегодня эти люди служат в растяжении. Мне нравится молитва, которая началась. И мы говорим о мышлении церкви, которая имеет апостольский менталитет, когда она абсолютно победоносная. Когда она побеждает. Когда каждый с ним участвует в ученичестве. Он ведет конспекты. Молодежь, разные поколения. Видение для народов. Она молится. Она побеждает. Потому что смысла в школе нет. Если это все не будет работать в активации. Если это не будет практиковаться. И я то, что, ну тоже, чего избегаю. Это проповедение. Сладких проповедений. Я не хочу проповедовать сладких проповедений. Я хочу наделять. Я не хочу тратить время в тех местах, где просто слушают и не делают. Поэтому нам нужно сегодня войти в практику послушания. Тогда мы будем расти. Иисус Царь. Иисус Царь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И последнее я хочу закончить сегодня. Это откровение о теле. Апостольская церковь движется не в том, чтобы поднимались звезды. Но поднимались члены тела. Мы не верим в звезд. Мы верим в дары Духа Святого. Мы верим в членов тела Христа, которые не используют благочестие для прибытия. А которые служат в теле. И очень важно здесь понять, что в теле работает откровение крови. В чем заключается символ вечеря? Если вы поставите сейчас в чашу кровь, это значит, кто-то умер. Кровь на асфальте, это же была авария или убийство. И когда Иисус дал чашу с вином и сказал, пейте это моя кровь, это значит, что это было знамение смерти. Потому что естественно для человека, когда кровь внутри тела. И тело не функционирует, кровь не функционирует в звезде. В каком-то помазаннике. Как в чаше. Она функционирует в теле. И когда мы находимся в добром здравии, здоровье, то кровь Иисуса Христа движется внутри нас, в теле. Если же она движется в одном только человеке, и все бескровные, есть бескровные церкви. Есть там, где крови не учат, где нет откровения крови. Есть холодные, знаете, малокровие у человека. Он постоянно бледный, вен нету. Он постоянно мерзнет, всем жарко. У всех вены надутые. А он постоянно мерзнет, потому что у него мало крови. И сегодня нам нужно много крови в теле. Наши вены должны быть надутыми. Наше давление должно быть хорошее. Наша кровь должна быть сильной. Потому что у нас есть откровение о теле. И мы являемся с вами телом Христа, опорознен член. И апостольская церковь, она очень внимательно относится к тому, чтобы тело Христа принимало кровь. Чтобы кровь двигалась, чтобы наше тело было горячим. Чтобы мы не мерзли, но чтобы нам жарко было от любви. Слава нашему Господу. Дары Святого Духа. Это постоянная ревность, постоянное культивирование атмосферы даров Духа Святого. Когда люди не сухие, пришли сидеть, слушать. Но когда они сами ищут Господа. Если я спрошу вас сегодня, не понимаете, кто сегодня молился о дарах Духа Святого? Кто сегодня из вас ревностно просил Господа, дай мне дары? И писание говорит, ревнуйте о дарах духовных, особенно то, что происходит. Кто из вас просил сегодня пророчество? Кто из вас сегодня читал Библию? Кто из вас сегодня лично молился в тайне? Вот так делает апостольская церковь. Ученики имеют ежедневное общение с Богом. У них есть тайная молитва. Вы никогда общей молитвой не замените тайную молитву. Вы никогда не замените слушанием проповедей, слушанием проповедей то, что вы читаете Библию. Потому что когда вы читаете сами Библию, вы говорите с Богом в тайне. И Бог, Он в тайне, и Он воздаёт явно. Поэтому нам нужно иметь тайное отношение с Господом. В них сила. И это надо делать каждый день. Но я говорю вообще-то, это первый класс, вторая четвертка. Что если этого нет, мы ещё не ученики. Ученик, Он каждый день ученик. Ученик не ученик раз в неделю или как придётся. Ученик, Он каждый день ученик. У него ежедневная молитва и у него ежедневное общение со Словом Можем. Вот с этого начинается ученичество. И поэтому нам, особенно в школе, я думаю, что братья согласятся, служители, это является требованием обучения в школе. Если это не станет требованием, тогда мы просто будем слушать или завучивать. Потому что кто, как не вы, братья и сёстры из Израиля, должны научить весь мир, как надо любить Господа? Господа! Вы слышите? И кто, как не вы, должны научить весь мир, как надо ревностно любить Господа? Ведь это же народ пророков. Ведь это же земля апостолов, которые всю свою жизнь отдали для Христа. И поэтому сегодня, когда вы посмотрите на Азию или на Европу, они должны увидеть, что вы чемпионы. В отношении жертвенности, в отношении ревности. И сегодня меня снегает эта ревность. Когда я вижу плоткового еврея, я думаю, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Когда я вижу духовного китайца и плоткового еврея, во мне всё падает. Потому что я думаю, всё должно быть наоборот. Всё должно быть наоборот. Разве нет? Да. Господь благослови нас. Моя Иисуса Христа. Поэтому мы должны работать с дарами Духа Святого. И дары на пустом месте не растут. Они растут на ревностной почве. Когда мы культивируем эту жажду, этот голод по Богу, искание его с раннего утра, мы ищем его ночами, мы ревнуем о том, чтобы дары прорастали, чтобы те, которые есть, они бились сильно, а те, которых нет, они тоже были наши. Господь будет изливать на такую почву. Потому что в сухую землю Он не будет кидать хорошие семена. Он должен убедиться, что земля плодородная, чтобы в ней вырастить эти дары. Слава нашему Господу! Мы так немножко с вами прикоснулись чуть-чуть. Мы ещё даже не вошли туда. Мы только прикоснулись. Пусть Бог благословит нас, дорогие. Я хочу сейчас, через пару минут, молиться. Я, конечно, рад очень, что здесь, сейчас идёт речь об этих вещах. Я знаю, что это непопулярная тема в том плане, что этого немного сейчас будет. Кто-то сделал из этого шоу, кто-то сделал из этого... То есть не трогает это вообще. Но то, что сегодня Господь хочет видеть, это чтобы в Израиле поднимались церкви, которые будут способны наслаждать новую церковь. Которые будут способны пойти по всему Израилю и насадить во всех городах и селениях в церкви. Причём церкви, которые будут полноценно знать Бога, которые будут нести откровение Иисуса Христа, измерение побеждающего. Сегодня Господь хочет, чтобы здесь возродилась такая община. И он хочет дать апостолскую мантию в Израиле. Я думаю, что здесь есть несколько апостолов в Израиле. Но этого мало. Даже 12 апостолов остались в Иерусалиме и никуда не двигались. Они Павла благословили к язычникам, но 12 должны были в Иерусалиме. Я не уверен, что сейчас есть в Иерусалиме 12 апостолов. Я не думаю, что даже есть 5. Я не знаю, но я так не думаю, я не чувствую. И Бог хочет высвободить эту мантию. Он хочет найти человека, людей, которым дать служение пророков, служение апостолов, служение евангелистов. Братья и сёстры, мы можем стать этими людьми. Мы призываемся стать этими людьми. Что мы ответим Господу, который говорит, кто пойдёт для нас. Я не знаю, какие слова надо говорить. Я только одно скажу вам. Господь сегодня ждёт нас. Давайте встань и помогите.